В среднюю школу номер 9 сейчас после каникул ходит не так много учащихся. Все дело в том, что за родителями остается право не отпускать детей на занятия, оставляя их на домашнем обучении из-за непростой эпидемической ситуации. А вот для тех, кто вернулся за парт, появились обязательно профилактические мероприятия, которые необходимо выполнять. Правило, которое касается всех при входе в учебное учреждение – дезинфекция рук. За этим пристально следит дежурный учитель. Пройти мимо не получится ни у кого. И пока учащиеся занимаются по кабинетам, у технического персонала кипит работа. Окна, двери, перила – все, от чего может коснуться рука, тщательно дезинфицируются. В школе в настоящее время создаются все условия для того, чтобы было безопасное обучение учащихся. Проводится постоянная, ежедневная, регулярная дезинфекция всех поверхностей. И стоят дезинфицирующие средства на всех этажах, в районе столовой, в спортивном зале и в учебных кабинетах. Рассадка школьников изменилась. По новым правилам ученик должен сидеть за партой один, на расстоянии от других учащихся – как минимум метр. В учебном учреждении временно отказались от кабинетной системы. Теперь за каждым классом закреплен определенный кабинет, в котором они проводят все занятия, что позволяет сократить контакты с другими учащимися в разы. Для всех сотрудников учреждения образования – учителей, дежурных, технического персонала и других – введен масочный режим. И это не все нововведения, которые прочно вошли в жизнь школы из-за непростой эпидемической ситуации. Наша школа, конечно же, соблюдает все правила. При входе в школу мы обрабатываем руки спиртосодержащими растворами. При походе в столовой точно так же мы моем руки с мылом тщательно, обрабатываем растворами, которые у нас установлены везде. В каждом классе есть такие растворы. Мы тщательно протираем парты, постоянно соблюдаем режим проветривания. Обязательно соблюдаем социальную дистанцию. Каждый ученик, у нас есть возможность, каждый ученик сидит на отдельной парте. Мы стараемся соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Несмотря на то, что школьников сейчас не так много, можно отметить, что учащиеся 10-х и 11-х классов посещают учреждения образования практически в полном составе. На это влияет огромное желание самих школьников, ведь совсем скоро их ждут выпускные экзамены, а после и централизованное тестирование, по результатам которого определится выбор будущей профессии. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.